Здравствуйте, друзья! Расскажу вам о том, что происходит в отношении сына президента Байдена, Хантера Байдена. На нем два следствия, которые... Ну, следователи считают, что у них достаточно есть материала для предъявления обвинений, но обвинения предъявляют не следователи, а обвинения предъявляет прокуратура. И в данном случае речь идет о прокуроре штата Дилавера, откуда вот у нас и сам Байден, и его сын. Там вообще очень интересная история с этим прокурором. Дело в том, что назначен он был Трампом. Но, когда приходит новая администрация, то обычно прокуроры всех этих штатов, они бывают несколько на штат в зависимости от разных обстоятельств, но эти прокуроры обычно уходят в отставку, и новая администрация их заменяет на своих генеральных прокуроров. И федеральный, вот генеральный прокурор, и на уровне штатов, и так далее. И это непожизненная должность. Но в данном конкретном случае Байден его менять не стал. То есть такой интересный дядька, что вот ему как бы доверяли и республиканцы, и демократы. Я уж не знаю, что там за история, но во всяком случае, изначально он назначен был Трампом. И не тронут Байденом. Что, в общем-то, довольно редкое стечение обстоятельств. Значит, в чем обвиняют Хантера Байдена? У него две проблемы, значит, юридического характера. Первое, чего-то он там с налогами намудрил, да? Во всяком случае, есть претензии по налогам. И второе, он приобретал пистолет. Я думаю, это не единственный у него пистолет в хозяйстве. Но в тот момент, когда он его приобретал, он написал в заявке своей, что не употребляет наркотиков. А он на самом деле в то время был, так сказать, под влиянием этого дела. То есть, грубо говоря, он обманул. Обманул вот в этом заявлении. И это как бы является преступлением. Я не знаю, сколько за это дают, если вообще что-то дают. Но, наверное, положено какое-то наказание. Самое сложное, это не с пистолетом. То есть, с пистолетом, ну, то есть, есть заявка, есть, там, так сказать, факты. Там вообще, ну, как бы, не о чем особо разговаривать. Но вот случай с налогами очень интересный, потому что вообще вот эта налоговая фигня совершенно не так расследуется и не так наказывается, как остальные вещи. Здесь не действует тезис о том, что незнание закона не влияет на, так сказать, не отменяет ответственность за его выполнение. Это очень интересно. То есть, если, допустим, там, не дай бог, кто-то кого-то там ножиком пырнул, и он не знал, что этого делать нельзя, это не освобождает. А если он налоги не заплатил и как бы не в курсе был, ну, не имеется то, что вообще уклонился, а как-нибудь так вот уклонился где-то в тонкой ситуации, то он и не знал. Так вот, если он и действительно не знал, и не было намерения такого, то это совершенно по-другому отрабатывается. Кроме того, тут есть такое рассуждение, что мы смотрим на конкретного человека, что он там натворил с этими налогами, и мы думаем, что правильнее сделать, уголовно его преследовать, да, криминально, то есть с тем, что он потом отсидел там где-то. Либо, может быть, административные какие-то меры к нему предпринять и так далее. То есть, тоже нет определенности, надо смотреть. В общем, довольно такая вот непонятная ситуация. Кроме того, значит, когда следствие говорит, вот у нас есть кейс, да, вот у нас доказательство, вот, в общем, мы собрали. Там одни критерии. Когда прокуратура говорит, мы предъявляем обвинение и отправляем дело в суд, там более высокий стандарт. Они говорят, минуточку, мы передадим дело в суд и предъявим обвинение, если мы видим, что, скорее всего, как бы, ну, у нас достаточно для того, чтобы материалов, чтобы реально был вынесен приговор. То есть, если это дело в суде адвокаты разнесут, да, то мы не хотим связываться. Это абсолютно ресурсы, которые мы потратим, и ничего не получим. Поэтому они смотрят, вот, что там есть у этой прокуратуры, какие, в смысле, у следствия, и что можно, насколько они доказали то или это. Очень сложно доказать, например, намерение человека скрыться, там, с этими налогами, да, специально сделать. Если кто-то там не заложит, или, ну, какой-то должен быть особый такой момент. Вот, допустим, сейчас вот у Трампа там в Нью-Йорке, да, его это Trump Organization, там просто Chief Financial Officer, он дает показания. И там еще показания давал его этот адвокат Коин, который, Майкл Коин, который, ну, там, ему советовал по всем этим делам. Поэтому там есть люди, которые показывают, что он сознательно все это делал. А если бы они на него не давали показания, так, ну, да, ну, были нарушения, но он, ну, а кто докажет, что он знал, и что он специально, понимаете? Поэтому такая вот довольно сложная ситуация. И еще усложняется это все таким, как бы сказать, общественным, что ли, резонансом. Потому что, ну, вот, Хантер Байден, он, значит, сын президента. И если, например, не возбудить там дело против него, ну, у них свои, допустим, юридические какие-то вещи, независимо от того, чей он там сын и так далее. Потому что с точки зрения закона не имеет значения, кто его папа. Но люди, которые на это смотрят, они говорят, аааа, говорят они, конечно, вот если бы он не был сыном президента, если бы он был там, вот так вот, мне бы на его месте-то точно бы влепили срок там и так далее, и так далее. То есть они, как бы, в суде, так сказать, общественного мнения на это будут смотреть, как вот, конечно, там богатенькие, они там своих детей там отмазывают и так далее. Независимо от того, по каким причинам ему реально не предъявят эти обвинения. Если ему предъявит обвинение прокурор, да, цук-цванг такой, если прокурор предъявит обвинение, то другая часть общества скажет, конечно, это же трамповский прокурор, чего вы от него хотите-то? У него-то и Верховный суд весь купленный, и вот этот прокурор, который ведет его дело, не прокурор, а судья, которая там решает по его делу с Мар-Э-Лага, где он там документы украл и так далее, и так далее. Посмотрите, как они, какой их там. Понятно, как они свои решения принимают, знаете? Поэтому, вот как ни это не реши там, в этой ситуации, все будут недовольны. Ну, или, скажем так, недоверие будут выражать. Вот такая вот, друзья, патовая ситуация сложилась в ситуации с Хантером Байдом. Я, может быть, немножко так, там, другие дела разбросаю и расскажу, что происходит с утяжничеством, которое в отношении Трампа идет полным ходом и на разных фронтах. Ну, может быть, так. Это требует немножко времени, чтобы там поговорить. Но, наверное, тоже будет интересно. Просто сейчас какие-то другие вещи у нас на переднем плане. То есть у нас тут и Гринкард-Лотерея, у нас тут и вот Крымский мост там с его последующими там бомбежками, обстрелами территории Украины, инфраструктурой и так далее, и так далее. В общем, больше даже не инфраструктуры, а просто мирного населения. А тут на Нерве. Люди, может быть, не совсем до этого. Но вот так я вам рассказал, потому что, может быть, дальше совсем неинтересно будет. А я постараюсь вам рассказать, потому что, когда дальше будут следующие хода, то мы будем уже подготовлены к тому, что дальше произойдет. Потому что что-то там должно произойти. То есть либо ему предъявят обвинение, и дело пойдет в суд, либо не предъявят, и дело не пойдет в суд. А мы уже с вами знаем, о чем речь. Счастливо! Продолжение следует...